Девушки отдыхают На данном этапе команда Империя на второй позиции У них 9 поинтов в данном турнире в своей группе B И на первом месте Ниндзи в пижамах Одинаковое количество игр у обеих команд По 6 best of 2 У Империи 4 победы Одна ничья, одно поражение У Ниндзи в пижамах, чтобы им пусто было 5 побед Одна ничья и 0 поражений 9 очков у Империи, 11 у НИП Если данная катка в формате best of 2 Будет в пользу команды Империя Соответственно, Эмпайр поднимается на первое место По личным встречам Ну, собственно, встречаются лидеры Встречаются сильнейшие коллективы европейского дивизиона Группы B, разумеется Игра здесь будет страшнейшая Месиво будет кроваво И, собственно, хардкор мы с вами увидим На данном этапе Ниндзи в пижамах уже забанили Шейкера Забанили у нас Снайпера И бан от Эмпайр в виде Чена и в виде Веспа Джаггернаут и Даззл отлетают для команды Империя И Тролль Варлорд вместе с Аксом для Ниндзи в пижамах Хорошо все-таки, что Даззл отошел у нас для Империи Нелепо было бы смотреть, как Акс и Даззл попадают в одну команду И загоняют где-нибудь на сложной всю легкую линию А, собственно, у нас командные игры и турнирные игры Уже давно превратились в какое-то подобие паба Где Акс на пару с Даззлом смело выфармливает сложную Не подпуская крипов даже к Т1 Тауэрум вражеской команды Ну, собственно, это хорошо, наверное Динамика в игре чувствуется Чувствуется какое-то движение к экшену Игры, наконец-то, после четвертого Интернешнала Наконец-то игры добрались до какого-то вменяемого количества времени На матч в среднем у нас уходит минут по 40 Значит, можно успеть и насладиться игрой И понять примерно, кто на что вообще способен Это вам не финалы Интернешнала по 15 минут На данной этапе у Ниндзи в пижамах Уже в баню улетает Бримастер Также в баню отошла у нас Темплар Ассасин Ну и со стороны Импайр Лена отходит в баню И за ней же СФ Скучно, нудно, наконец-то СФ у нас в бане Наконец-то у нас Снайпер в бане Единственное, что Тролль Варлорд в пике Это немножечко напрягает Так, ну что, Зевс для Империи отлетает Ивенжи Фулл Спирит Но Ниндзи в пижамах решили поиграть в занудную доту А Империя, как я понимаю, вообще пошла по хардкору Зевс, Джаггернаут, Даззл Короче говоря, долго живем, сильно бьем Покупаем рефрешер и повторяем еще раз На данный момент у Империи, собственно Персонаж в мид Я думаю, готов, если это Зевс для резолюшна Сайлен тоже своего персонажа уже отхватил Ну и один саппорт есть Осталось подумать об оффлейнере И подумать об еще одном саппорте У Ниндзи в пижамах Наверняка тролль-варлорд, я думаю, для эры у нас отошел Акс отправится Да, скорее всего, Акс куда-нибудь на сложную у нас и отправится Еще одного саппорта к нему в пару Ну и осталось, помимо саппорта, пикнуть мидера Об этом прекрасно понимает Империя СФ отправили в баню Да или, ну, наверное, как мидера потенциального туда же Четвертый пик Так, в это время Тим Импайр забирает у нас Бистмастера Вот он, главный претендент на сложную линию Я думаю, для Йоку не будет проблемой на Бистмастере откатать Кстати, что примечательно Ниндзи в пижамах забанили Шейкера Первым делом, первым же баном Лишили Йоку данного персонажа То, как Йоку отыгрывает на Шейкере, наверное, ни для кого не секрет Все прекрасно видели эти чокнутые хаслэмы Постоянный экшен, крутейшие Вообще, комбинации Ну, Йоку на Шейкере, наверное, одно из наиболее ярких явлений Последних, последних нескольких недель Да даже, наверное, месяцев доты, это точно СНГ доты 100% Ну что, по пятому пику осталось Тускат летает для Ниндзи Какая-то комбинация, честно говоря, сомнительная у Ниндзи Хотя, понятно, что Туск и Акс вместе с Тролем Это вроде бы убойная тема Но, опять же, кто будет их подпускать? Бистмастер имеется Издалека можно стопить и ломать полностью всю комбинацию, связанную с Тускаром Опять же, все зависит от реализации Но пока что набор героев у Империи мне гораздо симпатичнее, чем Ниндзи Тут даже дело не в том, кто за кого топит Понятное дело, что все, кто смотрит русскоязычный стрим Топят у нас за Империю Ну, не считая тех ребят Которые то ли с пьяну, то ли с дуру поставили свои рарочки на Ниндзи Ниндзям сегодня, я думаю, не вывести Бэтрайдер отлетает пятым баном для Ниндзи в пижамах Ну и все, последние пики Последние пики Еще один саппорт для Тим Эмпайр И еще Еще один герой для Ниндзи Ну, мидера нет у Ниндзи в пижамах Ждем, кого у нас для Лимпа возьмет данный европейский коллектив Минута сорок В общем-то, времени до хрена еще подумать Алоха Дэнс или Always Wanna Fly Кто у нас оторвет последнего персонажа Ну и для Лимпа, собственно, последний пик от Ниндзи По саппорту, я думаю, можно даже будет ограничиться каким-то классическим саппортом по типу Леона А можно подумать о каком-то серьезном саппорте в виде того же Энигмы Джаггернаут, я думаю, в лютый дэмэдж у нас будет выходить по факту Было бы, конечно, неплохо Хотя, да, такой особой комбинации под Энигму тут и не нарисуешь Минута Минута на размышления у Эмпайр Ну и у Ниндзи тоже порядка полутора минут осталось Что по миду, кстати, у Ниндзи Тут я гадать особенно не буду Саппортов вообще тьма тьмущая в доте Что конкретно выберет Эмпайр Даже, честно говоря, не могу сказать Хотя, опять же, есть аппарат Всегда есть аппарат Зевс, аппарат Потом повторить ульту еще раз И можно, собственно, командочку оставлять как минимум в меньшинстве Я думаю, раздумывает об этом в варианте Империя Аппарат у нас ни в бане, ни в пике Веномансер для Эмпайр Как-то вообще по хардкору тут решили ультами заковырять всю команду Ниндзей Ну, хорошо, в принципе, нам-то лучше Драки будут короче, драки будут целенаправленней Ну, последний пик Последний пик ульта Ой, ульта Какая ульта? Мидер, конечно же, для команды Ниндзи в пижамах В общем-то, стратегия толстоватая у Ниндзи Все крепкие, все колючие Убивать не так-то просто будет Что Акса, что Тузка, что Троля Да и Венга очень Злополучная Из любой ерунды Высвапывает и полностью ломает комбинацию Ну, пока что у Империя, в общем-то, подбор по героям Приличные Единственное, что нет какого-то вменяемого стана Не считая Бессмастера Чувствуется чья-то рука Которая вдруг решила потренировать команду Эмпайр На повестке сегодняшнего дня Ну, 50 секунд 50 секунд для Ниндзи Последний Пик И последний пик Мид-персонаж Магнус у нас еще Нигде не появлялся Врываться с Тузком, по-моему, великолепно Вообще Мазгнус Магнус может Снайпер в бане Сф у нас в бане Лена тоже в бане Как мидер Ну, да и Брюмастер в бане Все, собственно Ну, я думаю, Магнус мог бы здесь зайти В общем-то Вполне себе рабочая схема Рабочая комбинация Плюс Акс есть Да-дам Риверс Полярити Наверное, мастхэв для команды Ниндзи в пижамах Ну, ждем Ждем, смотрим Ждем, смотрим, надеемся 7 секунд Шторм Спирит Понятно все Теперь, собственно, все понятно Ну что, игроков Команды разбираю Давайте сразу же по ним пройдемся Алоха Дэнс Отыгрывает у нас на Зи все Always Wanna Fly У нас будет играть на Дазли Джаггернаут Для Сайлента Резолюшн на Бестмастере И Йоку Будет играть на Веномансере Угадывал, угадывал И не выугадал Что-то многовато Как-то я Наошибался Ну, на то это команда Империя Собственно Они свою комбинацию видят лучше Чем любой комментатор И тем более Тем более Вообще не стоило, наверное Выдумать Кто куда отправляется Ладно По команде NIP Ниндзи в пижамах Хэнскин играет у нас На Туске Лимб будет отыгрывать На Аксе Силкит играет На Венге Эра На Шторм Спирит И Йонасом Фан Будет играть у нас На Тролль Варлорде Собственно все По линиям Сейчас разберемся Вообще, что гадать Если у нас экшен на повестке Будем лучше наблюдать за Какими-то динамичными Развитиями на карте Чем анализировать И своей тухлой аналитикой Сыпать в эфир Еще раз напомню Это студия игрокам ТВ У микрофона друг И на повестке у нас Джоин Дот MLG Pro League Европа Группа Б И играют команды На первом и на втором месте Которые расположились В данной группе Ну что Йоку зацепили У Йоку уже неприятности Эра начинает настреливать Хэнскин сам себя Зажал в лед Как тупенько выглядит Но Йоку остался живым Собственно Постоял Хэнскин В собственном скиле Немного посмотрел На уходящего Йоку Йоку Побитый, конечно Униженный, но живой Отходит из этого файта И Счет остается по-прежнему 0-0 НМП решили Контролить топ-руну На нижней руне У нас расположился Сайлент Йонасом Фанн на тролль Варлорде Отправляется у нас В сложную Фармить соло Насколько я понимаю И не знаю По зубам ли ему Данная задача Сайлент В паре Еще и в паре С Дазлом Могут у тролля Быть проблемы Причем такие Что Тролль просто Бесполезный будет По факту В итоге Алоха Дэнс Идет на сложную Где в это время Йоку Йоку Тоже Чуть-чуть попозже Подойдет у нас К Зевсу На миде Резолюшн На бисмастере Против Акса На котором Отыгрывает Лимб Ну Акс Будет здесь Бэковать Бэковать будет Нон-стоп Контр Хеликс В последнее время Вообще Беспощадный Абсолютно Беспощадный Скилл И как-то так Топишь за одну Команду У нее Контр Хеликс Плохо срабатывает А вот Команда соперника Если берет Акса Сразу же Контр Хеликс По 18 раз В секунду Умудряется Прокрутиться Ну что Сайлент Пошел фармить В легкую У Сайлента В общем-то Дела будут комфортны Если Дазл Опять же Будет недалеко Находиться А так На ренже Йонас Умфан Настреляет Без вопросов У нас Джеггернаут А тут Не очень простая Линия Можно сказать Для команды Империя Ну на то Он и Саппорт Чтобы далеко От своего Керри Не отходить Йоку пошел У нас уже Гонять Даблу Из Эры Из Хендскина На лайне Силкит в это время Занимается Отводами По Вижену Эмпайр Получили Вижен На одном споте И Здесь пока Относительно Комфортная Ситуация Для Нипов Ну и Нипы Ответили Виженом на лайне Но это для Хараса Опять же Получится Не получится Харасить Кто еще Кого Перехарасит Йоку пока Не вкачал Ни один из Спилов Уже второй левел Ну Теперь вот Вкачал Варды Видимо Чуть-чуть попозже Будет сейчас Гель И естественно Пойзон Стинг Для Йоку Резолюшн Очень плотно Просел по ХП На миде У Акса Вроде бы По Хеллспойнтам Все в порядке Так Йоку У нас проседает По ХП Ворвались с него Через Сноубол Ну и очень быстро Разобрали Сбросились по скилу На Лоу ХП у нас Хендскин На Лоу ХП Эра Но при этом ФБ забирают ФБ у нас Отходит По-моему Для Эры Да Это действительно Неприятно У нас Шторм Спирит В принципе Чуть ли не Майнкерри Будет в команде НИП Стоящий в трипле В легкой И отдавать ему Ферст Блад Это наверное Хуже чем Да я не знаю Даже что Хуже этого может быть Чем Майнкерри Отдавать Ферст Блад Кабан Вообще шальной У нас У Резолюшена Просто качает Кабан На какой-то Серьезной Вечеринке У нас Отрывается У Лимпа Тем временем 7 на 1 У Резолюшена 12 на 1 У Резолюшена Все прекрасно По крипам В общем-то Акс не так-то И уверенно себя чувствует У Резолюшена Теперь все в порядке По хп По левелу Тоже проблем никаких Четвертый здесь Четвертый в принципе Здесь По левелу Лимп Немножко получше Себя чувствует Но опять же Это все Относительно Более-менее Вменяемых Врывов И какой-то Первой удачной Драки Пока что На мид у нас Никто не смещался Вообще С лайна на лайн Никто никуда не Отправляется Все стоят Формят Занимаются тем Чем им стоит Заниматься На ранних Минутах матча У Эры На Шторм Спирити 16 на 3 У Сайлента На Джаггернауте 18 на 9 Йокуш здесь 3 на 0 Алоха Дэнс 2 на 0 Ну Крипстат Конечно у команды Эмпайр На сложной Очень кривой Так Лимп проседает По хп Но это в общем-то Ложная тревога Йонасон Фан Пошел Крипов по лесу Собирать Always one of life В принципе Poison Touch есть Можно было бы Неплохо Прохарасить У нас тролля То спрашивается Какого черта Вообще Чужих крипов Красть От нейтралов Ну в любом случае Где-то Что-то слайна увел Машинка Слайна отъехала Крип Парочка крипов Тоже загуляла В общем-то Плюс для Сайлента Безусловный У Сайлента 24 на 9 На первом месте По крип статус Стоит Сайлент Так Готовится выход В спину Силкит Вместе с хендскином Сноубол имеется Уже врыв пошел В Алоха Дэнса По тавер залетает У нас хендскин Сюда же залетает Силкит Алоха Дэнс Не просел По хп Опять же Гелем отбросились Йоку на лоу хп Надо контрить эру Каким-то образом Надо его стопить Йоку в итоге Выживает 70 хп Но в любом случае Живой Силкит там еще Через вейф Террор Пытался что-то Подстилить Подзабрать Не получилось В итоге Команда Эмпайр Выжила В Алоха Дэнс Кстати катились Ему вообще Хоть кол на голове Тиши У Алоха Дэнс По хп Даже толком Не просел Олвейс Фонофлай Тем временем Готов сапог Обычный сапог Без каких-либо Дополнений Но в любом случае Хоть какой-то Мувспид Для Олвейс Фонофлай Чтобы От того же Траля бегать Где у нас Винга Винга занимается Точно тем же Чем занимается Олвейс Фонофлай На нижнем лайне Сайлент в это время Формит И формит Более чем уверенно 31 на 15 Ближайший его Преследователь Это Эра На топ-лайне У Эры 29 на 4 Что разбрелись По лесу Эре оставили Фарм Оставили возможность Получать Экспу И Деньги на лайне Но Эра этим Пользуется У Эры 4 левел Что там у Сайлента У Сайлента уже Почти 7 левел Эра конечно Здесь кисловата Выглядит На фоне Кор-героя команды Эмпайр На фоне Майн-керри У Троля Как обстоят дела 4 левел Тоже у Йонаса Фана Но по экспириенсу Эмпайр должны быть Достаточно Далеко впереди Давайте посмотрим 750 по экспенд Да Немного конечно По золоту 400 Впереди Эмпайр Несмотря на то Что не Пы забрали ФБ Опять же Прошу заметить Это говорит только Об одном О том что Империя фармит Лучше Два ястреба Один заканчивается Второй только появился Один битый Второй целый Под хвост Немножко Акс Одному ястребу Завинтил топор И ушел дальше Фармить У лимпа 32 на 3 У резолюшена В это время 32 на 3 Вы что издеваетесь? Мидеры Ровно идут Вообще Ровнейшим образом Так Наорали у нас На лимпа Агрит на себя Лимп Квилинг Блейд По голове Резолюшен Конечно не по шансам Здесь с Аксом Решил драться Always on a fly Повезло Залет Отходит у нас Сайлент Разультился в туска Кое-как на дамаж Желдобил Хеллинг Уарт стоит Силкида нарезают Ну есть Фейсбутс После Фейсбутс Собственно Дела уже получше Пошли у команды Импайр В итоге В итоге В итоге Даблкил у нас От Джаггернаута Сайлент Достаточное количество Капусты в этом Файте зарабатывает Почти 600 Капает у нас Сайлент Счет становится 3-2 Еще и Шторма У нас на топе Заковыряли Но Здесь дела были Поинтереснее Кто забрал фраг Скорее всего Алоха Денс Да У Алоха Денс 1-0-1 8 крипов Как там у Йоку По фарму 11-0 Ну не дают Йоку Фармить Это не удивительно Если ты пошел в сложную Еще и таким мягким героем Как Веномансер Кто тебе вообще Даст фармить Лимб Опять у нас Быкует на Резолюшена Постоянно Агрит Постоянно Выводит На какой-то файт Какой-то гопник У нас Лимб Нон-стоп Подойдет Что-то Из-за угла Крикнет Давай Стои с ним Дерись До потери пульса У Резолюшена Появляется уже Медальон Пока обычный Тапок И Боттл Силкид Под смоком На мид На Резолюшена Вейф оф Террор Прошел Просветили Нет Резолюшен еще под смоком Сноубол влетает У нас в Резолюшена Сразу же Стан от Силкида Сюда Лимб Резолюшен На Лоу ХП Наорали на Лимбам Надо забирать Потому что если не его забрать То он заберет кого-нибудь Забрали Лимбам Мидер команды Не подъезжает Хэнский На Лоу ХП Под медальоном До свидания Не надо ходить По чужому лесу В такой поздний час 5-2 Счет на данный момент Эмпайр Выходит вперед И по-моему Неплохо поднимается Тысячу По голде В этом файте Заработали Давайте глянем графики Полторы тысячи золота Эмпайр По экспириенсу А Та же история Около полутора У Эры Тем временем Солу Ринг имеется Готовится выход В Оркет Но этот Оркет Будет ой-ой-ой Как не скоро У Сайлента Тем временем После Фейсбутс Появляется Аквила И Уже готовый Масков Мэднес На руках Сайлент Очень круто Себя чувствует По Нетворсу Как видите 4700 Его общая стоимость На втором месте Эра У него На 700 голды Меньше Собственная Эра При том что у него Ранжевой герой При том что он стоял Вместе с двумя Саппортами Выформил гораздо Ну действительно Можно говорить Что гораздо меньше Чем тот же Сайлент Стоя соло Против рэнжового Тролля Что у тролля Бедняги Фейсбутс Квилингблейд Все Тролль пока что Соцпакетом Ограничился И гуманитарной помощью У Зевса Транквилбуцы Нарисовались Что там Always Wanna Fly Шестого еще нет Но вот-вот Уже будет шестой левел Сайлент Выходит у нас На Т1 Недалеко Стоит Туск Пока на подсейв Никто из НП Не подходит Ниндзи все Заняты своими делами Никакого ТП сюда Никакого подсейва Ну Сайлент Может забирать Тауэр Я думаю Без вопросов Да В итоге Никто сюда не летит Провязали В никуда Глиф Просто Немного времени Потянуть Это Никак Никому не помогло Джаггернаут В соло Пошел рассказывать Туску И наверное Рассказал все-таки У Акса У Акса 1900 на руках У Лимпа Остается совсем немного До Даггера Ну Что хорошо Поставили Акса на мид Для быстрого фарма Для раннего Даггера По факту У нас 11 минута Уже началась Акс бегает без Даггера Это говорит только о том Без Даггера Как мат звучит Говорит только о том Что гораздо лучше себя чувствует Эмпайр Ну и Алоха Денс У нас Соло тролль Варлорда Разобрал Вообще Без вопросов Не почувствовал Нижняя верхняя Верхняя ульт Все Как бруталити На какой-нибудь Сеги На Мортал Комбате Третьем Ультиматуме 7-2 Империя впереди Впереди На 3,5 тысячи По золоту На 2 тысячи По экспириансу По-моему Зашаталось Первое место Под НИП Не хочу конечно Накаркать и начервить Ни в коем случае Но пока Империя выглядит Уверенно И НИП Свою комбинацию Толком реализовать Не могут Резолюшн отправился Во вражеский лес Готов хендскин Врываться Здесь опять же Силкид Наорали у нас На Силкида Но поздновато Конечно Резолюшн наорал Топоры С кабаном Развалили Резолюшн перед смертью Силкида забирает Но тут Резолюшн конечно Отъезжает Ну разменялись Один в один Безусловно Это в пользу НИП Саппорта Разменяли на Мидера Но тем не менее Хоть чем-то Бестмастер Перед смертью Отковырялся Сайлент С иллюзиями Конечно же Это руна иллюзия Я подумал уже Что у Сайлента Манта Стайл На 12 минуте Но это вообще Была бы полнейшая Дикость Сыпется Тауэр На подсейв Прилетает сюда Силкид Сразу 3 игрока НИП На мидлейне И в лесу Недалеко Стоит у нас Йонасом Фан Есть уже Вкачанный Баттл Транс Если драться То драться НИП Будет существенно Хотя нет ульты У нас У Венжи Фулл Спирит Нет ульты До сих пор У Туско У команды Эмпайр Нет ульты У Йоку Но это опять же Его личное Желание и решение А так все уже Шестой левел Получили Ну у Йоку Седьмой Даже близко К восьмому Кстати у Йоку По фарму Дела тоже великолепно идут Сложной 3600 Вынес у нас Йоку И 3000 Всего На счету Тролль Варлорда Давайте по вещам Пробежимся Пока у нас Небольшое Затишье На карте Так хотя Затишье наверное Закончилось Резолюшна Здесь поймали Заагрили Резолюшн Бежит отсюда Еще и неплохо Рассказывает у нас Троллю Тролль рассыпается Эра на лоу хп Лимб на лоу хп Кабан конечно Будет гнать Но гнать Просто Напросто с руки Нечем Силкиду еще Неплохо Через шадоу вейв Даззл Проверил хребет А по факту Конечно Резолюшна Разменяли В тролля Но тролль у нас Сладкий В этом матче Оно действительно Того не стоило Резолюшн 2 делает Ну не обдуманных Мува Как мне кажется Во-первых Разменялся на саппорта Во-вторых Разменялся на оффлейнера Который вообще Убогенький Убогенький Ладно Давайте по вещам Пробежимся Может у кого какие Моднейшие штуки Появились Из моднейших штук Поинт бустер У Веномальсера Готовится выход Ваганим Йокум 300 на руках Еще имеет Always on a fly Урна уже имеется Magic Wand имеется Все Для саппорта Пока достаточно У Резолюшена Появляется Белт оф Стрэндж Есть Медальон Есть Пауэр Трэдс Ну готовится Резолюшен Выйти в Некрономикон У Зевса У Зевса Потихонечку По чуть-чуть Но вырисовывается Уже Юл У Джаггернаута Тем временем После Мома Появляется Еще и Яша Еще и Тысяча по золоту Сайлент Очень круто Себя по Нотворцу чувствует Ну Вы это прекрасно видите На своих экранах Почти 8000 В противовес Сэра У которого Всего 6000 На первом месте В своей команде Но на втором месте На карте Ну что Под смоком НИП заходят Агрид сразу же На себя Сайлента Есть Омни Слэш Надо просто Дожить до этого Омни Слэша Сайлент Рассыпается Не успел дать ульту Ульта пошла от Алоха Дэнса Йонасом Фан На лоу ХП Пока что один Сайлент У нас умер Выкупается Сайлент Возвращается Файт Тут будет Кого разбирать Все Вэру Втащил у нас Сайлент Ну По факту Подрались 2 в 1 На лоу ХП Силкит Надо ставить вард Надо просто бежать И как-то их выковыривать Лимп на лоу ХП Но тут даггер Ну надо хотя бы Силкита забрать Я думаю Это получится и у Йоку Да В итоге Зевс забрал Странно Бежал Сайлент Бежал Йоку Зевс забрал себе Доминейтинг Ну ладно Какая собственно разница Главное Гнобить и гнобить По всей карте 900 по золоту В этом файте Выигрывает Эмпайр Сайлент умер Выкупился Немножко просел По ХП Но опять же Не мог он Видимо в такой момент Сидеть в таверне Когда разбирают Всю его команду Напали Найпи Круто Сделали все неплохо Но здесь опять же Чувствуется уже Перефарм Со стороны Эмпайра И он ощутимый Весь рассказ Тут не пов Пережили Дальше дали 2 свои ульты Нет не 2 Ну 2 пускай Я все жду Когда у Йоку У нас появится Ульта Ну наверное Уже на 10-11 Макси Пока что Варды Потом Дело дает Я думаю И до ульта Виномансера Резолюшн Есть Праймал Рор Видят Хэнскина Врывается у нас Акс Агрид одного Резолюшена Сайлент Взлетает у нас В небеса Блейдфьюри крутится Лимб рассыпался Резолюшн под Грейвом Развалили силки До минус 3 Эри наваливают По спине Надо бежать Игнать этого Эру Нет маны у Эры Еще пара ударов Эра рассыпается 4 в 0 Резолюшн Битый сильно Но резолюшн С чувством Выполненного долга Может отправляться Под фонтан Хилиться Империя разваливает Нипов Теперь можно Более чем Уверенно говорить Что Импайр Выигрывают Намного Сейчас еще Обновятся графики Упадет Т2 Нипы 16-5 Проигрывают Там конечно Вдрызг Разваливается Вся команда Тролль Ни черта Не вынес Тролль Себя чувствует Просто ущербным У Эры Тоже ничего интересного Один Обливент Став На Обливент Став И далеко не улетишь К Шторм Спириту Это действительно Применимо Силкет у нас С одним тапком У Акса Блинк Даггер И до сих пор Не нарисовался Ван Гвард Я уже молчу О Кримзон Гварде Ну и у Тузка тоже Только Транквил Буци Мэджик Уонт И Кларити Степ Фэй Это уже его личное дело К делу отношения Это никакого не имеет У Сайлента Появляется Сэн Джин Яши Это все после Мома Сайлент Чувствует себя Распрекрасно Несмотря на то Что Байбекался Не так давно У Зевса Появляется Юл Алоха Дэнс Поднимает ветра у нас Йонасом Фана Гонят Йонасом Фана Но Маны просто нет На верхнюю Туже Хотя и По КД конечно Не хватило бы всего Без Маны у нас гуляет Сразу два игрока Команды Эмпайр Но опять же По своему лесу Чего не гулять У Бесмастера Что там где лежит У Бесмастера Уже готов Первый Первый Некра Резолюшн Немного остается До рецепта На вторые Тогда Непы Наверное бедненькие Будут У Зевса Мы видели Как там дела обстоят У Дазла Олвис Ман Афлайн Аркан Буцина собирал Урна есть Ну и у Веномансера Совсем немного Менее Трехсот После этих хрипов Остается До Аганима Драки будут Повменяемые Ну собственно да Тут Нечего было Выдумывать Веномансер На десятом На одиннадцатом У нас ульту прокачает И возможно К одиннадцатому У Йоку уже будет Заветный посох Под названием Аганим Сразу Парочка Некров Прилетает У нас Резолюшн Ладно Переключаемся На приятные новости Приятные новости Это десять тысяч По голде Империя По экспириенсу Семь пятьсот Тоже в пользу Империи Первый Рошан Первый Рошан У нас затрещал Сайвент Выходит Хеллингвард Имеется Можно драться В принципе На подсейф Вся Тима Недалеко Давайте глянем Знает ли об этом Вообще НИП Ни о чем Они не знают Просто посмотрите Невидимая территория Для НИПов Они конечно Краем уха Наверное что-то слышат И примерно понимают Где Империя может быть Но никто Даже не реагирует Но там действительно Не по шансам драться Особенно в узком Проходе Особенно С перефармленным Сайлентом Об этом уже можно говорить Падает у нас Рошан Аегис Для Сайлента У Тролля потихонечку Но Доминатор Вырисовывается Йонасом Фан Кстати В сложную Это действительно Странное решение Вот кстати Отличное решение Для Йоку Вторая Порт Пойзонова И Аганим Уже имеется У оффлейнера Команда Эмпайр Эра Потихонечку Подпушивает Т2 В это время На Т2 По миду Отправляется Империя Практически В полном составе Баттл Транса Тролля Просто бежать отсюда Пускай бегает Хорошо Т2 Будет сыпаться И наверное Очень быстро Можно подумать о том Чтобы зайти на Т3 Никто сейчас Мешать наверное Не будет А если будет мешать То должен рассыпаться В щепки За короткий промежуток Времени Падает Т2 В это время Эра Немножко дамажит Т2 На нижнем лайне Империя Не сворачивает С верного курса Идет вперед Т3 На топе Некра Это второй или третий Резолюшн Где ты Резолюшн Со вторыми Некрами Некра провязали Тауэр горит В это время Эра Доковырял Т2 На нижнем лайне Плевать вообще На Т2 Тут Т3 Горит у Непов Крепы сыпятся Начинают гореть Бараки У Сайвента Есть Аегис Можно стоять Здесь до синевы Просто драться Лимб Агрит на себя Сайлента Сайлента развалили Но это потерянные Аегис Развалили Венгу Развалили у нас Эру Стоят и валят Даблкил от резолюшн Кто там ковыряет Тавра Это Йонасом Фанк Господи Восстание бомжей какое-то Стоит Бьет Тауэр Не может ничего ему сделать Лимб Рассыпается в данном файте Хэнскин у нас Отлетает На лоу хп Тролль Варлорд Там его забили на базе Даже не буду толком показывать Зевс Соло у нас разваливает Тролль Варлорда На двадцатой минуте Мид Трещит Мид падает Т2 на топе нет Можно идти на Т3 Собственно Минус 2 лайна Это 100% Здесь еще Т2 Злополучный стоит Для Эмпайр Ну Хотя бы 2 тавера И то 2 лайна Точнее и то будет неплохо Силкит подходит Силкит готов воевать Свапает у нас Йоку У Йоку поездного Уже была проюзана Эра Старается летать Агрит на всех На себя Лимб Как неприятно Лимб минус 2 Даблкил от Эры Сайлент в таверню Практически все в таверню Только один Алоха Дэнс Который Улетел у нас Бить бомжового тролля Остался в живых Триплкил для Эры Не самый приятный расклад Эра наконец-то Насобирал те Монетки Которые ему были необходимы Вышел на второе место 10-400 у нас У Эры На шторме На данный момент 300 на руках И Совсем немного остается До Блатстоуна Да Немножко конечно Подпортило себе Движение Команда Эмпайр Непонятные немного Мувы на топе И не драка И не пуш Ну за это поплатили Собственно Невнятные действия В доте Очень быстро наказываются Особенно На таком уровне Напомню Что у нас играет Топ-2 Европейского дивизиона Конкретно Второе место На данном моменте Эмпайр И первое место На данный момент Команда Нинзи В пижамах Ладно У нас пауза По вещам пробежимся У Веномансера 1300 после Аганима У Дазла Ставфу Физердри Имеется Готовится Выход Форс Ставфу Бестмастера Третий Некра Уже готовый 1500 резолюшина Сверху У Алоха Дэнс Имеется Юул Есть Форс Ставф Ну и Чуть-чуть там осталось На какие-то ворды На какой-то Подхилу Джаггернаута На котором отыгрывает Сайвент Уже появляется Мейлстром И после Мейлстрома Еще 800 Даже после смерти У Туска Медальон есть Есть Транквил Буцин У Туск Печальный, конечно 9-й левел Плохо идут дела У Акса 1600 На руках Кримзон Гвард В принципе уже готов Блинк Даггер Также имеется У Венжи Фулл Спирит Тапок 1700 Пока Силкит Ничего себе Вменяемого Позволить не может Но 0.56 Еще бы удивительно было Если бы Силкит Что-то себе мог позволить Ну и у Эры Уже появляется Солл Бустер Остается совсем немного Рецепт До Бладстоуна Ну и Тролль Варлорд Потихонечку Старается выйти в Яшу Осталось До рецепта 400 копеек Лимп уже во вражеском лесу Лимпа смелел Ну В принципе Дело лимпа тут Ничего особенно не скажешь У Бесмастера Бесмастера на данный момент Уже Третьи Некра Драки должны быть Повменяемые Там собственно Эра Может Огрести Очень плотно Если сплэшем Куда-то скакнет Дэмэдж На одного из Некров По ХП конечно У Эры Не лучший показатель 22 минута Но пока 1300-1400 Имеется Акс у нас уже Жирноват В любом случае 22 минуты сыграли У Акса По 2000 По ХП Где там орет у нас Тролль Тролль на вражеских Эншентах Как я понимаю Не подконтрольная Зона для Эмпайр Не видят они Что творится у них На половине карты Но расходятся Игра потихонечку Затухает Один раз Получили мощную Пощечину Игроки команды Эмпайр В четвером Отправились в таверну Немножко Подзатихли Как-то Ну и неудивительно Собственно Неудивительно Когда ты в четвером Льешься Литься еще раз Никакого желания нет Сайлент у нас Под Сайлентом Выталкивают его Еле-еле разорвали Вортекс Ульта пошла у нас От Йоку Надо хотя бы Лимпа отсюда забирать Туск Ульта пошла От Сайлента Наваливают Хэнскину В Сайлента Стан Подняли в ветра Надо попытаться Разобрать у нас Хэнскина Не должен он отсюда уходить Развалили Хэнскина Даблкил Для Сайлента Минус 3 В общей сложности Для Империи Начинает сыпаться Нижний лайм Давайте глянем На байбеки Ни у кого Ничего из команды Найпи нет Тролль пришел Но это вообще Куром на смех Тролль Решил немножко Поагрить Команду У Империя И у Тролля Это получилось Бегут и гонят До самого фонтана Наверное и Тролля Не будет у нас Йоку отпускать Варды можно поставить И одну плюшку с руки Ладно Оставили Тролля Пусть от старости Умирает под фонтаном Сайлент Под Хилинг Вардом Алоха Дэнс Здесь Always Wanna Fly Здесь Все фуловые Бить можно Драться можно Йоку не выпускает Из-под своего фонтана Просто Варды нон-стоп Но здесь Троллю против Вардов Вообще не по шансам Даже биться Тролль мне кажется По очкам Еле-еле у Вардов Выигрывает И то потому что Они умирают Из-за времени Своего действия Ну топ не дался С первого раза Хотя бы низ С первого раза Команде Империя Отходит Двух линий уже нет Будет это Т4 Или будет это Топ Врывается у нас Лимб Но Лимб уже не по шансам Драться Лимб проседает по ХП Развалился Лимб у нас На лоу ХП Конечно В Сноуболе сидит Сайлент Асайлент В Блэйд Фьюри Квилинг Блэйд В никуда Лимба надо разбирать Ну же Грейв висит на Сайленте На лоу ХП Сайлент живой Еще до сих пор Последний топор в спину Три в ноль Ой Три в один Точнее подрались Сайлента забрали Ну что ГГВП НИП валятся В первом В первом же матче Данного контеста Бест оф 2 Империя показала Что за первое Место будут грызться И Собственно По таким Оторванным файтам Можно понять Что грызться будут зубами Ну что Поздравляем Империю Первый поинт В данном противостоянии Пока что Не переключаемся У нас на повестке Второй матч Если Империя Забирает у нас Вторую катку Импайр по личным встречам Выходят на первое место Группы Б Там конечно Дело не настолько важно Первое второе Но просто Надавать по щам НИП Да по моему Это всегда приятно Еще и В такой день Ладно Все Микрофона друг Студия игрокам ТВ Спасибо что заходите Оставайтесь Никуда не переключайтесь Если вдруг Вам что-то понравилось Я конечно не настаиваю Но вдруг Вам что-то понравилось Подписывайтесь На группу ВК Не забывайте Нажимать Follow На Твиче Это абсолютно Бесплатно И безболезненно И конечно же Заходите на Ютуб Там все Воды Join.mlg Про Лиг Все Услышимся Через пару минут Небольшая пауза До скорой связи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok